Всех приветствую на канале Outlook Live! Сегодня 23 июня, я жду Лукашу от логопеда, это последнее занятие перед летними каникулами. Сегодня будет разговорное видео и, наверное, кто следит за нашей историей в инстаграме вполне возможно догадывается о чем речь будет. Небольшая предыстория это то, что Лука сидит на домашнем образовании уже вторую неделю. Я очень не люблю записывать такие видео, не люблю жаловаться, не люблю выплескивать негатив, но надеюсь, что это не будет таким очень тяжелым видео, не будет такого гнетущего чувства, потому что наша жизнь все равно она складывается из таких вот моментов, это как зебра, белое-черное, белое-черное. Я, конечно, стараюсь быть все время на позитиве, но бывают такие моменты, когда очень неспокойно и тревожно. Один из этих моментов вот как раз случился две недели назад. У нас произошел конфликт в школе. Если рассказать о предыстории, может быть, кто-то не в курсе нашей истории или пропустил какие-то видео, я вкратце вот так вот хронологию событий расскажу. Лукаше 12 лет, это мой младший сын, он ребенок с особенностями развития. И в этом году он начал учиться в коррекционной школе. До этого он учился в общеобразовательной школе в Англии с тьютером. У него была индивидуальная программа обучения. У Луки много медицинских диагнозов и, может быть, вы думаете, что ну раз вы живете в Англии, у вас тут инклюзия, как бы все дети равны, все учатся в общеобразовательных школах. Это не так. До прошлого года мы учились действительно в общеобразовательной системе. Все, наверное, успехи, которые вот мы сейчас видим в Луке, его социальная такая адаптация, его коммуникативные способности, его адекватное поведение. Заслуга общеобразовательной школы, я так думаю, как раз таки проявилась в его социальной адаптации. То есть Лука очень хорошо себя чувствует в любой обстановке. Наверное, это и наша как бы совместная работа, потому что мы его все время брали, когда только можно было начинать его вводить в свет. Мы его брали везде. С нами путешествовал, с нами ходил на работу. В общем-то, ребенок был при деле. Так как в семье есть еще старшие дети, я думаю, что все вкупе как раз таки дало такой результат. То есть, несмотря на то, что у нас в общеобразовательной школе были большие проблемы именно с удержанием его там, потому что как только нам была подтверждена инвалидность в Англии, то со школы нас начали отправлять в коррекционное заведение. На тот момент я отстояла его в школе. Были у меня сомнения какие-то уже под конец школы, но я так думаю, что на тот момент это было действительно принято правильное решение. И вот абсолютно не жалею ни о чем, потому что в школе было приложено множество усилий, чтобы Лука чувствовал себя уверенно, чувствовал себя спокойно. Да, под конец школы мы уже полностью занимались вне класса. У него была полностью индивидуальная программа обучения, но он был включен во все школьные поездки, даже заграничные. И все-все-все школьные мероприятия, будь то театральные постановки, несмотря на то, что у него, скажем, огромный отрыв от сверстников, но ему давали какие-то маленькие роли, которые он мог выполнить. То есть, я к школе, вот так общеобразовательно, никаких претензий не имею. Мне действительно очень нравилось. Плюс школа находилась в пяти минутах ходьбы от нашего места, где мы живем. Это огромный плюс. Не каждому такой бонус выпадает. Итак, я подбираюсь к самому главному. В сентябре этого года мы перешли в коррекционную школу. Сразу скажу, что почему мы не перешли в общеобразовательную школу, скажем, с ресурсным классом. В Англии, на самом деле, очень хорошая инклюзия в начальных школах. Не во всех, правда, потому что еще за это надо тоже побороться. Если нет ресурсов в школе, то хоть бейся головой об стенку, очень трудно чего-то добиться. В нашей школе все было нормально с этим, поэтому с первого дня у Луки был тьютер. В общеобразовательных школах старших, я имею в виду, когда дети переходят с 11 лет уже в старшие школы, такого нет. Есть коррекционные классы, где, может быть, человек 15 наполняемость, один учитель. И программа, скажем, немножко отличается от общеобразовательной школы. Дети не ходят по классам, дети сидят в одном классе и так далее. Но тут такая загвоздка, что у Луки отрыв со сверстниками академический был очень сильный. Несмотря на то, что мы с ним занимались, несмотря на то, что у него были дополнительные занятия, к сожалению, его когнитивные способности не позволяют ему развиваться так быстро, как мы хотим. Под спутной я тогда отвечу на один такой вопрос. Он был очень давно и на него я, кстати, еще не отвечала. Вопрос был следующий. Почему вы думаете, что у Луки интеллектуальная недостаточность? Скорее всего, это просто педагогическая запущенность. Я вас уверяю, что педагогической запущенности не может быть в семье, где родители не алкоголики, не работоголики, которые там с утра до ночи на работе, а дети сами по себе. Педагогической запущенности в семье не может быть, где есть старшие дети, которые играют с ребенком младшим. Педагогической запущенности просто не может быть при таком обилии дополнительных кружков и секций, на которые Лука ходит. Поэтому у Луки не педагогическая никакая запущенность. Я не пытаюсь себя оправдать. Может быть, я занимаюсь ним не так много, как могла бы заниматься, но академически это не его конек, поэтому мы делаем упор на что-то другое, но академические задания мы тоже не пропускаем и ничего не отменяем. У нас достаточно идет занятий помимо школы. Почему Луку не взяли в ресурсный класс в общеобразовательную школу? Я уже объяснила. Отрывы огромные от сверстников, поэтому сидеть, слушать предметы химии, физику, биологию и что-то еще с его уровнем, скажем, первоклассника, я думаю, что это просто было бы негуманно по отношению к нему самому раз. Да и учителя в школе, я думаю, что тоже бы, наверное, попросили нас как-то определиться с местом. Подытожим, что на момент перехода в коррекционную школу я посмотрела 25 школ в округе. Школы все разные. Школы для высокофункциональных аутистов и детей, у которых проблемы с речевым аппаратом Луке не подошли, его просто не взяли по причине, опять же, его интеллектуальной недостаточности. А все остальные школы в Великобритании функционируют по принципу «берем всех». Так вот, в этих школах есть дети, которые не могут находиться в общеобразовательной школе, потому что они не тянут программу. есть дети, которые идут по индивидуальной программе, и есть дети, которые никогда не будут жить самостоятельно. Сами понимаете, что третья категория детей, она самая многочисленная, и это именно категория и родителей детей, которые держатся за школу. Ну, дети я не знаю, но родители держатся за школу в любом случае, даже если ребенок истерит, даже если ребенок бьется головой об стенку, это лучше делать в школе, нежели чем дома. Я прекрасно понимаю таких родителей. Что произошло в этом году? 1 сентября Лука пришел в школу. Из-за ковидных ограничений в этом году не было таких ознакомительных уроков, то есть обычно люди, скажем, еще заканчивая предыдущую школу, они приезжают со своим тьютором, знакомятся с классом, знакомятся со школой, знакомятся с учителями, чтобы как-то немножко скрасить вот этот переход. Потому что переходы даже для обычных детей из младшей школы в старшую бывает очень стрессовым. А у Луки получился такой огромный как бы прыжок из спокойной такой вот обстановки младшей школы в не особо спокойную обстановку коррекционной школы. В лукашном классе всего 10 человек детей, а дети все были собраны по их академическим возможностям. Кто-то получше, кто-то похуже. У Луки есть один пунктик. Он на дух не переносит мне неадекватное поведение. Будь то крики на пустом месте, или какое-то странное действие, или какие-то агрессивные действия, или что угодно. Ему это тяжело понять. Многие дети в школе, возможно, привыкли к такой ситуации, возможно, просто не замечают в меру своих индивидуальных особенностей. Но у Луки это всегда было таким вот камнем преткновения. И первый день в его школе был обморочен тем, что дети вернулись после длительного локдауна. Это мы говорим о первой волне коронавируса. То есть дети не ходили в школу с марта по июль. Потом школа закрылась на каникулы, и в сентябре вернулись дети. То есть фактически после полугода отсутствия. Дети вернулись в школу, и сами понимаете, что многие дети просто не могли вернуться нормально. То есть у многих начались какие-то истерики или еще что-то. Дети с особыми потребностями, как только они выпадают из системы, сами понимаете, что это такое. В лукашном классе оказался один мальчик, который имеет кучу всяких разных своих особенностей. И эти особенности иногда проявляются в неадекватном поведении. Это очень сильно испугало Луку еще в первый день. И на протяжении всего года у нас начался вот этот маятник. То пойду в школу, то не пойду, то хочу, то не хочу и так далее. Я неоднократно говорила об этой ситуации с учителем. Они принимали какие-то меры. Я так думаю, что они пытались их наоборот как бы объединить, а получалось все хуже и хуже. Вы помните, у нас были такие спорные ситуации, когда я думала, что это психосоматика, потому что Луке физически становилось плохо. Была это психосоматика или было банальным отравлением или каким-нибудь сиротовирусом. Я не знаю. Это трудно понять, потому что вроде все прошло, но эта ситуация повторилась. Вот ровно две недели назад у нас была такая же ситуация с Орвотой. Правда, не в школе, уже дома. Но тем не менее. И после этого он сказал, что в школу я не пойду. Когда все это произошло, я начала выяснять, что вообще происходило. Ну, естественно, он пожаловался в очередной раз на этого одноклассника, приплел уже туда всю школу, сказал, что ходить он туда не будет и так далее. В общем-то, сначала мы просто пропустили один день, потом я взяла и отправила огромные мейлы в департамент образования и также в школу. В департамент образования я написала фактически жалобу, написала, что школа не пытается решить проблемы моего сына, а наоборот усугубляет их. И попросила дать мне совет, как мне поступить при смене школы, потому что это тоже непростая процедура. А в школу я написала развернутое письмо по пунктам, что происходило. Я забыла сказать такой момент. У нас была очередная волна лукашиного нежелания идти в школу. Я пожаловалась в школу, сказала, что хорошо, давайте мы вас в другой класс приведем. Но другой бы родитель обрадовался. Я, в принципе, сказала, хорошо, я хочу посмотреть на этот класс, потому что, как я уже объяснила, школа разделена на три части. Первая часть — это дети, которые могут учиться в образовательной системе, но по каким-то своим причинам не тянут школьную программу или не могут находиться в общеобразовательных школах, где по 30 человек в классе. Вторая группа — это где лука? Они идут по индивидуальной программе, то есть общеобразовательная школа им вообще не подходит. И третья группа детей — это дети, которые, скорее всего, не будут никогда жить самостоятельно. И школа мне предложила такое замечательное решение — перевести луку в другой класс. Я даже, может быть, на какой-то момент обрадовалась, пока я не услышала, куда его собираются перевести. Его собирались перевести в класс, который функционирует гораздо ниже уровнем, чем его класс. То есть нам было предложено перейти в класс, где на восемь человек детей четыре преподавателя, вернее, один учитель и трое помощников учителей. Два невербальных аутиста в этом классе было, трое детей с синдромом Дауна и аутизмом. И еще кто-то там в этом классе тоже был. Ну, в общем-то, вы сами понимаете, что это за класс. Как я только увидела и узнала, я сказала, вы вообще в своем уме, что вы мне предлагаете. Как бы у меня ребенок, он настолько общительный и коммуникабельный. С кем он здесь будет общаться. Вы мне предлагаете перейти в класс, который ведет себя хорошо. Он ведет себя хорошо по причине того, что он просто не умеет разговаривать. Класс, который не умеет общаться, они сидят и целый день собирают пирамидки. Конечно, я утрирую. Конечно, наверное, они пирамидки там не собирают, хотя я не отметаю этой возможности. Но после этого у меня возникло такое какое-то, знаете, очень неприятное чувство, что пытаются с моим ребенком вот так вот обойтись. И, естественно, я все это выложила вот в такой жалобе в департамент образования. Написала им, что в школу мы не возвращаемся, пока мы не будем знать точно условия обучения на следующий год и так далее и там подобное. Школы сейчас немножко паникуют. Паникуют, потому что, мне кажется, у них не совсем часто бывают такие внештатные ситуации. В основном за эти школы все, наоборот, держатся. Но у нас произошла такая, я скажу, что очень нестандартная ситуация. И по разговору с заучем я поняла, что для Луки формируют класс. В классе будет 12 человек, все дети из общеобразовательных школ. И этот класс будет находиться даже в отдельно стоящем здании школы. То есть фактически вся школа в одном месте, а класс таких общеобразовательных детей будет находиться в другом здании. Это мне предложили на следующий год. Естественно, нам учиться, кстати говоря, в этом году еще до 21 июля. Да, может быть, у кого-то будет как раз вопрос, что вы нам про школу сейчас рассказываете, когда июнь уже заканчивается. Ну вот такая Великобритания с такой странной системой. Дети здесь учатся, кто до середины июля, кто до конца июля и так далее. Все начинают в сентябре. Естественно, я рассказываю сейчас эту ситуацию очень спокойно. Я ее, можно сказать, переварила за вот последние десять дней. Первые, наверное, несколько дней было очень тяжело. Мне так жалко было Луку, мне так жалко было себя, что у нас так все получилось. Но сейчас я очень надеюсь, что ситуация разрулится, что действительно тот новый класс, в который он пойдет в следующем году, будет для него таким вот хорошим предстанищем на оставшиеся четыре года. На этом я, наверное, буду заканчивать свое видео. Очень жду ваших комментариев под видео. Расскажите мне, пожалуйста, были у вас конфликтные ситуации в школах, общеобразовательных, коррекционных и так далее. Как вы эту ситуацию решали? Когда это все случилось, я подумала, что я нахожусь в такой ловушке. Через пару дней я абсолютно успокоилась. Я поняла, что все живы-здоровы. Лука счастлив и доволен. Да, он не ходит в класс, он занимается со мной. Пускай это всего несколько дней, я понимаю, что мне придется жертвовать своим свободным временем. Но я могу это себе позволить, то есть я работаю из дома. Если правильно распланировать свое время, то, по идее, на все должно хватить времени. А образование, как вы знаете, что это то, что остается в голове после обучения. Где это обучение было? В школе или дома? Если бы мне кто-то пару лет назад сказал про домашнее обучение, я бы, наверное, упала в оморок. Но два локдауна, в которых мы просидели подолгу, больше трех-четырех месяцев за раз, показали мне, что нет ничего страшного. И действительно, люди после домашнего обучения могут быть полноценными членами общества, быть такими же развитыми, интеллигентными. Я обязательно буду рассказывать о наших дальнейших перипетиях со школой, как все пойдет, потому что я очень надеюсь, что для Луки это будет такой новый старт. И очень надеюсь, что он будет успешный. В любом случае, пишите мне комментарии, ставьте лайки, если вам видео понравилось. Всем пока и до новых встреч!